Добрый всем вечер! Мы рады вас приветствовать на очередном ананасе. Меня зовут Анастасия, Анжелика моя унижанка. И у нас сегодня в гостях Полина Чистухина, с которой мы хотим поговорить на очень интересную тему. Во-первых, важно отметить, что сегодня наш первый оффлайн ананаса. И то, что это ананас непростой, золотой, это ананас праздничный, потому что мы сегодняшним ананасом открываем феминистский фестиваль Молдовы. Это шестой феминистский фестиваль. И для нас это большая честь, и нам очень приятно, что у нас с этого мероприятия фестиваль стартует. И Полина уже была себе не случайно. Слово «феминистский» у многих людей вызывает аллергию и кучу каких-то страхов. И вокруг феминизма и феминистов есть огромное количество стереотипов, предрассудков. Нет понимания, что вообще такое феминизм, кто такие феминистки. И один из самых распространенных предрассудков, который есть, что все феминистки – лесбиянки. А все лесбиянки обязательно феминистки. Это просто скована от нашей цепи и мы хотим с бортом вместе с Балиной этой цепи – лесбиянки. Я думаю, что этот стереотип не имеет никакого стереотипа, потому что все феминистки урозят барбатии. И здесь, в принципе, не означает, что все феминистки урозят барбатии, потому что есть еще один стереотип, что все лесбиянки урозят барбатии. То есть это очень интересное стереотипы, которые, как и все стереотипы, которые, как и все стереотипы, которые, как и все остальные стереотипы, мы хотим сейчас говорить. Вichaам, как и все остальные – нашу оплайн – аналасуфлайн. Привет, биня-тиленит, вовhicмам много и все shaped поинтересно, которые вам конец, которые нам былиratы на ощупь и готовы ответы. Вовесим и к тому же человек, которые стоят вонлайн. Мы, как Honda обучили, урмываем выдачи рэплины, если которые будут задать ответы, мы спасибо и вопросы. и теперь я хочу заглушать с ума сhmm, что это не фамилим, с каким-то принципием, и теперь мы об этом все не поднимe. И, в первую очередь, мы в кем-то именно с это сетевая семинация, и это иное для тебя, позвую на фестиваль и не думаю таким образом, у меня это проявляет для его первого, аэромат, аэромат... И да, сегодня поговорим недавно нотари за митр, митр основного современства и feminисты, в частности, потому что бывают и женщины, и гайфы готовы по митр, и то, что женщины и женщины, которые женщины и женщины. Мы, когда мы оборваем эту общую дискуссию, мы знаем, что мы будем использовать это, чтобы мы будем использовать базу, чтобы мы будем делать все. Первый рэп, мы не знаем, что это называется «всимизм», но не «уманизм», потому что это вопрос о галитете, и это, кстати, исторически, группы, которые были в большинстве, которые были опресаны в общество. Распределы первым вал feminist это было, для тех кто не знают, это депутатия, депутатия на vote. И мы хотим, и это иначе, региона, и больше Европы, и Соединенные Унициальные Америки. Мы хотим быть четвертые планы, и, соответственно, чтобы быть четвертые планы, не уйдет депутат. Допустим, что-то влажно-вот, и мишкарилы и депутат, не так, 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 не так. очень много, в том, что ты неопресен, неагресен и так далее. А здесь исходящее feminism, потому что мы говорим о фемеи, это фемеи, это фемеи. Это очень много в втором уровне «Феминист», в котором уже начинают происходить идентичные, и, скажем, «принтри фемеи», это фемеи, но мы не все знаем, так же и партнерские партнеры. То есть фемея из-за сады, это, скажем, у нас есть очень отличная фемея в городе. У фемея лезвияна, это очень отличная фемея, у фемея из-за класса «суперия» такая большая confirmationь эра. Вok brandиמה, для меня плохо, а теперь wenigается теперь, понимает, простая эта сменить, для меня особенно сейчас не говорится о как безд튼 детей и девушке. Но, если disobedьикаuel мальвы есть выбер, я могу сказать, что всегда вы прошли до той системы, но вы situación с себaris değин admissionитесь? потому что они не двигаются далеко не дальше отклиной у кого-тое и идente. Потому что у меня рома является спросом, но я запрещу не только для мужа, но я прямо в рамках я рома. Распредел, дискуссия о feminинстве, о реабилу,% не используют в totalе, мне. Потому что это дополнительно в этнике. И это не проблема для барбат-фемеи, это проблема для общества, которая будет формирована по базе от иерархиилов. Это, для того, чтобы университет, феминизм, и это уже компонентный ассоциал. Поэтому и не то, что феминизминские, потому что лупта не только для женщин, но и для других женщин, и для барбати. Кам аж, так, изгонят. Базы, аж выражные и выражные, чтобы с декорацией, где-то – и декораций, если феминизм «зинтересный», что в интернет, и не только «изинтересный», и не только «изинтересный», в котором все интересы больше идентичат. Докторая тяга, ориентация тя sexual, фамилия в котором ты эксприми, фаа за людьми. И здесь, я иду на этот стереотип, потому что, Полина, я думаю, что ты ищешь лезвие, потому что ты так аратишь. Как ты ищешь лезвие? Как и частности ты говоришь? Давайте скажем, что несколько человек мне сказали, как вы хотите сказать, как влог. Потому что люди могут сказать это в интернете, потому что ты ищешь в спаду экрана и тестатуры, и ищешь портежат. В фанта очень много人 сказали, что я думаю, что ты ищешь лезвие, потому что ты ищешь спорт, и ищешь лезвие. И я... Адинька, лезвие, это из-за того, что ты ищешь лезвие, то, что я не делаю, не связывая с этим. И что, в действительности, которые я делаю, не связывая с ориентирование меня сексуал. Ориентирование меня сексуала, это... ...хетерозексуал. Потому что если ты подлезаешь, то, чтобы делать геновую, то, что, о леззбея, не означает деворажная девушь и... ...партенцы, чтобы делать девушь и протестия у ребёнка. Потому что, я ищешь лезвие, это очень часто выглядит с оченьафи. Итогная девушьа очень Gелено и эсбертность о том, что, как у женщин, очень в том, что, ...это, что, если, то, что, например, не может быть ровным сейчас. Об этом, в том, что она вообще является всей м océcie... ...э棄 schöne, как и чуть-ничающая, особенно в том, что она, может быть очень отличная чемпатая в целом. Причу именно эту, о которой он сможет, насосает и о том, как он себя чувствует. И о том, что она чувствует, про дизайнерство своей с обитой. Но и обитая к дизайнерности... Это не дождь о семье, не с женой или при этом, не с романтикой, потому что.. Да, наверное, ушествие вероятны, которые там родственные партии, и даже спортивные семена подростки, Потому что эти женщины, которые у них были очень уроды, и не только один, но и больше уродов. После этого, женщины начинают уродить все уроды. Да, я понимаю, что это у нас есть решение. В ситуации не нужно делать терапию, а не нужно делать терапию, а не нужно делать терапию. Да, жизнь есть жизнь, и люди трезают, как они живут. Много из того, что мы сейчас говорили, касается принципов феминизма. Потому что многие люди спрашивают, на каких принципах основан этот самый феминизм. Мне кажется, что очень важно четко, коротко людям это объяснить. Потому что, когда мы начинаем говорить о феминизме, мы обычно уходим в какие-то там детали, в какие-то ссылки на академическую литературу и так далее, что не совсем понятно. Это академик, или в частности минора, да? Но партнеры... То есть, они тратят акцент на другие вещи. Да. Я думаю, что это очень важно. Да. Но и феминизм работают в шахте. То есть, в частности, очень специфики, которые... Много вопроса о феминизме. И многое из того, что сказала Полина, касается именно интерсекциональности. То есть, феминизм, он о том, кем мы являемся полностью. То есть, учитывает весь наш опыт, через который мы прошли и нашу этническую принадлежность, и наши физические возможности и невозможности, элементальные возможности и невозможности, нашу расу, наше социальное положение и так далее. Потому что я знаю очень много женщин, сильных и успешных женщин, которые добивались каких-то высот огромным трудом, и которые не отдают себе отчета, что вообще-то им пришлось в два раза больше усилий уложить, чем мужчинам, которые стартовали с таких же позиций, как они, да? И они отрицают тот факт, что они являют феминистиками, они считают, что нужно быть достаточно сильной женщиной, и вот тогда ты всего добьешься. А вот те женщины, которые там такие все ущемпионные, ущербные, еще там такие-то, они просто недостаточно сильные, они недостаточно захотели. Сау-смотвиноваты сенгурия де-суармаса. Ну, ну, а уфокот суффициент. Здесь были все интересные, очень интересные соревнования, была у меня The Urban University, во время мая, и были мужчины. И они сказали, что я работал и я могу делать, и я получил очень много успехов, и слава, и так далее. И я говорил со мной с индивиантой, от 2015 этой студии, которая сказал, что я очень много работаю, я работаю 3 года, но я занимаюсь отбелом отчета, я работаю очень грешно, я не у меня родители, и я у меня нет на тензии успехов, и здесь есть вопрос о понимании идентичной семье, не только женщине, а и так. Женщина, которая у нас очень много, уже началась с очень важными. Эта была семья, была уникальная семья, была уникальная семья, была устроена, это из города, а у нее было очень отличное, из-за чего она была уникальной привлеченной, более привилегида, чем эта фата, которая была из аудитории, которая есть лесбия, ворвелинаде, да, она очень много работает, она стремится, она хочет, чтобы она, чтобы она была более хорошей, но она не уехала на эти успешные успехи. То есть, ты не можешь сказать, что только из-за того, что эти метры, потому что ты стараешь больше, и я хочу сказать, что есть разные идентичные, или разные идентичные идентичные, с которой изменусь на вид и что эксперт тебя есть. И я хотел сказать, что оставили и там. Менчонавши, да? Свебина, значит, я говорю, что, в Германии, она реакция о социальном счете патриархале. Существе патриархале означает, что это не только дляelenел до конца. Погашки, какая ты, вы από 16 лет или еще один из-за пролетriи, который родился, но ты продолжаешься с орнаментом или фабрикой, который производит детей, или орнаментом или интертейнментом, в которой раньше это было фата, но только для того, чтобы знали о теме интересное интересное, или канты на пьян, или что-то. То есть, чтобы уничтожить оспицы. По-техали не так, но это фабрикой. Да, это фабрикой. и, конечно, все равно и с декоративной ситуации. Ты, что вы знаете, что это не так, потому что это все равно, а с оттой или соцом. Распредит, как минимум, это реакция на эту общую систему, в которой принципиум, как говорится, это heteronormативная. Мне очень нравится модель «heteronormative» потому что это понимание, что из-за этого есть, И моделы хитеронормативы, который входит в футболе, который входит в футболе, в котором, если ты ныску в коробе, или ты ныску в коробе биологическом, то есть секс, когда ты нащешь, и доктор говорит, что ты употребляешь себя в гене в моде. Что значит в моде? Что значит, куда вы скажете, что там является женой? Что может быть в коми, что станет или культура или элиотически-то неуде. И искренне специально для каких-то интелизации, так что ты в этот короб биологический менее семей, например, cisgender вы воспринимают эффективность и дочери, вот этот модел из «хитеронорматив» и так как и понимать, что едут ребенка, нам детей и так как и другими лицами, и так и так и у рода уже ноутбуки, и уже женщины. И так же, для женщин. Ты будешь нынешать внутренний корпус masculин, ты должен быть искренним, в том числе, что это означает, что это означает, что это означает в семье. И, соответственно, тебе нужно приобретать родные или характеристики. То есть, ну, у меня есть ответственность для женщин, у меня есть, например, не дадут омне только что это сделать, потому что, в господне, верни ли твоя верни, и наскольный терапия это будет существовать. Это и это он у меня, у которого не траги зашли мне гей. И вот если мы и от einer из этого связаны, наверное, мы о собой все знакомы, это ценность, есть интересная ценность, у нас не ощущение, а у нас нету, где ночь и они не получили между ними исключительно атом 일본, потому что они получили учебные устроения, но их детальность на них, или в котором они сражаются, как они под этим, это преимущество, или это пример «когентальный флэйд», как мы говорим компонентнымerne. И альтой компонентным – как вы выяснили в этой самой деятельности, которые не имеют в целую работе с себя, и так далее. И исп بت Katie Сенса в том, как он способен. Тут еще один очень интересный момент о том, что те самые гетеронормы, о которых ты говоришь, они впитываются людьми вне зависимости от их сексуальной ориентации, вне зависимости от их гетерной эдентичности. Мы растем в обществе, которое гетеронормами пропитано насквозь, и абсолютно все вокруг нас гетеронративное, и мы вынуждены как-то в эту ранку войти. И даже если мы в какой-то момент осознаем, что мы не очень-то вписываем себя в эту гетеронорму, и то, о чем ты говорила, испытываем чувства, допустим, к человеку одного с собой пола, очень часто эта гетеронормативность настолько в нас глубоко, что она продолжает какими-то путями вылезать в жизнь. И это видно и по некоторым однополам пары, когда стремление к норме, ощущение, что ты в эту норму не входишь, но хочется войти, перенос начинается на отношения однополые в те же самые гетеронормы. Когда люди, которые в принципе могли бы в равной степени делить домашний труд, уход за ребенком, совместный бюджет и так далее, или решать, кто из них хочет или не хочет то или другое делать, начинают определять, кто в этой семье носит штаны. Кто мужчина вашей семьи? Кто мужик. Кто будет зарабатывать деньги, забивать стены гвозди, а кто будет готовить ужин, носить платья и так далее. И на самом деле, когда вот такое видишь, понимаешь, насколько в нас это глубоко, как сложно все это вытащить. Конечно, есть пары, в которых это ужасно. Конечно, каждый человек решает сам и сама, что делать со своей жизнью, как в ней быть, что выбирать. Но когда вы думаете на нормы такие же жесткие, как есть общество, и появляется на пунктах, то есть и русские. И вот здесь, ажунгем на ответ, на вопрос о том, почему не все эти лезбицы, или почему не все эти лезбицы называются, потому что, действительно, многие лезбицы, как и многие гей, ищи преиау этот ролл, историю норматив, и они ищут, они пытаются жить потому что они, они, что их, это и это будет упомяка, как вы говорили, что это будет приятный норму. И так они будут очень много и так будут будут более большинства. Они будут более интересны в соседании. Потому что, когда вы можете на страду, если у них кто-то, или один, если на фото, или один, или один, или другая, и у нас еще одна семина, то они, как они, они будут неизвестны, потому что они не будут вести себя что это в рамках двух фетей. И, действительно, это очень большой проблемой. И это проблема только только когда в этот пыль есть проблема. То есть, если у них есть формии в этот период, если они очень рады, то есть окей. То есть у них, действительно, у них есть дефект, и они, действительно, обея, И как они чувствуют себя? Даже если это экспрессия лори, они очень любят их делать. Но когда хитеронормативность, внутренний пыль, душе неферение, душе факт, что он не хочет, что он не хочет, но не хочет, что он должен выполнять, тогда это проблема. Тогда нужно задать вопрос. Этот ролл, действительно, Или что ты чувствуешь себя? Или что ты чувствуешь себя? Партины? То что ты чувствуешь себя сегодня? И ты чувствуешь, в том числе, А здесь, в общем, на фамининском, не только для королевого оборона, но и в хитеросексуале, в которых, я уверена, мы и выразили, на отношениях, в которой, у нас, есть интересные вещи, потому что это то, что это расставление, и в отношениях, это так, То есть, что не будет, что ли это делать, как вы хотите делать, как вы хотите делать эти отношения, и так далее. Они просто, просто, как и сказал, мы, как и у нас уже сказали, мы не будем как бы продавать общественные компании, в котором хитеронормативные, это модель по которому мы conformим. Например, в эксперименте прохи, в том числе, я исправил меня, это более боязыч, более иностранный, Мне не было разума, что ты дешевле или что... Это не мое что, но не тронжение. В этом случае, вы понимаете, сколько и грустно это использование для женщины – вы должны начать для женщин. То есть, сколько и грустно это? Ты должен быть только женщиной и так же. Ты должен портить токор, ты макий, и так далее. Их макия очень грустно. Для мужчины в этом плане, конечно, очень-очень узкая рамка, то есть если женщинам вроде как уже позволено носить брюки, носить джинсы, носить костюмы, которые похожи на мужские, то мужчины в женском платье, скорее всего, вызовет огромный резонанс, шок и рискует своим здоровьем. И вот здесь я хотела тебе задать вопрос, который очень часто задают феминисткам. Мы уже говорили о том, что все феминистки, мужи не на лестнице, хотят уничтожить всех мужчин в земле, чтобы царел собрания хат и так далее. И частый вопрос, который мы слышим, а что феминизм дает мужчинам? Почему мужчина вообще это? Ну, это, к сожалению, и в ЛГБТ-сообществе очень часто встречается, когда мужчины геи говорят о том, что я не феминист, меня это не касается, это вообще не моя проблема, и вообще вдоезде со своим феминизмом есть проблемы важные, да? Ну, то есть, что феминизм даст мужчинам, Алина? Ха-ха-ха, я. Это у меня очень большое. Продолжение следует... и остается от него в сообществе, он... Он является нормой сообществе. Для Дэнсу, это уже зависит от психологии, и так далее, для Дэнсу, что-то большее проблемой может быть, из-за того, 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 что он не имеет разные эмоции, у него в принципу он является discriminее. Он, в принципе, он, в принципе, он, во most дичь, он такой же спирид, что в частности, который стоит этот роль. Феминизм, для того, что-то это, значит, это окей, это окей, это окей, это окей, а не ты, начать с партнером твоей, а то и, всё, и прочее. Для остальных парбатых, по-ресторам, педальские парбати, парбати гейные, парбати из-за того, чтобы исправить детский жену, эти вещи относятся. То есть, «это хорошо, ты не обожаешь, ты не обожаю себе, тебе не обожаю себе жену, не обожаю себе жену, он не обожаю себе жену, и так далее». Я думаю, что, что из-за этого, что это за то, что это? Думаю, это норма, который, как-то, это окей, в общество, это окей, но мы должны понимать, что этот ролл априори, который, в факт, это довольно привлежит. Барбатые, которые принимают зарплаты, позиции, которые будут актептовать, или позиции, председатель, директор и так далее. То есть эти позиции будут привлежияты, но, по-другому, это прессия, чтобы быть не менее пациента, чтобы не быть умеращим, чтобы не было женщин, и чтобы об этом, например, «макист», который тебя позиционирует как «барбат» «алфа», который стоит и так далее. Мы не будем знать, что это решает, потому что мы今 не будем лучать мужчинами в этой позиции, но я думаю, что смотрю все эти чувства, которые они уже изучают, и я уже высокую большинству сاعата, что привело время простых мужчинами и в отношении психологических проблем, и они еще не знают, что они имеют подферкновением потому что это не обойдет, потому что это легко, это означает что вы honestly чувств square. То есть это America понимает. её учиться, а также мыши, и поверить за разницу на вопрос и полицейские и нормы на английском, да? И плюс черное, все эти роли которые упроются в rapeще, во врачи в области в общество патриархало просто и желание рабочих историй от них много дальше, а чем в семье. Бибельно, смыслы трdingют стрессу и жестовый диск. и импорти с партнера твоя или партнера твоя, для того, чтобы трогать вместе с этим стрессом. Потому что это предупреждает, и даже в комментариях, очень много женщин, я хотела у мужчин, который скажет, что проблемы твои и мои проблемы. Это означает, что у меня нет. Я не знаю, что у меня нет. Я не знаю, что у меня нет. В принципе, это очень важно. Этим, да, абсолютно. Да, абсолютно. И в момент в которых я вижу, что смирный измен , может быть, по-настоящему, потому что, я думаю, что и проблематик, чтобы мы видим женщины и женщины как группы и умогены, и чтобы мы уменьшим эти две группы, потому что мы будем очень раздраживать между нами то-то, да? И я думаю, что мы понимаем, что мы понимаем лучше, и мы понимаем, что мы будем делать это немного более complex, То есть, чей-то неопарат не будет комбинабель, и, респективно, в общественной стране не будет неопарат подготовиться к вопросу о феминизме, потому что работают на этот уровень супроводящего. То есть, партнер и феминизм и так. Из того, что ты сказала, ты напомнила еще раз один очень важный принцип феминизма, это о том, чтобы осознавать свои привилегии. То есть, мы поговорили в начале о том, что феминизм — это очень многое консекциональности, о том, с какого старта мы начинаем, что у нас уже есть, когда мы вступаем в это общество, в котором есть кетроформативность, патриархат и так далее. И также очень важный принцип феминизма — это осознавать и не только то, чего у нас нет, но и то, что у нас есть. То есть, с какими привилегиями мы приходим, в какой семье мы родились, в какой у нас есть доступность к образованию, какой у нас есть доступ, не знаю, каких-то элементарных вещей в том, что мы говорим в семье, в семье, в том, что мы родились в семье, в том, что мы говорим в нашей стране. В какой логе мы принадлежим нашим мирам, мы не принадлежим. И еще один из этого. И еще один из этого. И еще один из этих моментов, когда мы говорим, когда мы говорим, что привилегии, это и все, что это мы привилили в природу. Потому что он может быть двое из них в первую женщину наску, в абсолютно все более символы, но у нас есть в об этом уровне , в течение говорить, Но ты, по-моему, будешь человек по-другому интеллектуальному человеку, или по-другому человеку, или по-другому человеку. И все эти, в основном, будут привлекаться. Потому что, у меня, я успел. Почему ты не успел? Потому что ты получаешь большую очередь, чтобы принести пренглотерии на натуре, который помогает тебе больше, И это очень важно, что у человека с таким способом, но при болотереи, применяя на природу, у нас есть дополнительные температуры, то он не может быть. И еще не может быть. И это может быть. По-моему, 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 это, по-моему, по-моему, в школе, в том, что ребенок, который очень недогоняет, так быстро, скажем, это обычно. Болиумы и профессионалов, и элегелям. И это то, что ты говоришь. Это то, что ты говоришь, что ты не знаешь, что ты будешь видеть, 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 видеть. И это то, что в общественном состоянии, если они нравятся или нет, ты принимаешь в общественном состоянии этот feedback, который может быть негатив или может быть позитив. И я, у меня лично, У меня не было людей в классе, которые были болезни, так хорошо, после которых, после того, как-то, устроили в другую школу, и устроили потенциалу, и ты понимаешь, что это окей. Ты не понимаешь никакого контроля, и как-то, как-то, общество реакционирует в определенный способ, и ты, по-прежнему, в процессе. Еще один, наверное, из самых таких, тоже мне кажется, на мой взгляд, это очень-очень важный принцип феминизма, связанный с санитарностью. То есть санитарность и понимание того, что есть люди менее преминированные, чем ты, и если у тебя есть больше возможностей, больше ресурсов, больше доступа к принятию решений, к озвучиванию каких-либо проблем, то на тебе должна быть ответственность быть солидарной с другими людьми. Конечно, не говорить ни в коем случае от лица кого-то, но проявлять эту солидарность, говорить, что ты стоишь с кем-то ради чего-то, что ты отстаиваешь чьи-то права тоже. Мне кажется, что в феминизме очень мало эгоизма, то есть в феминизме очень много о том, что мы все можем сделать вместе. Да, потому что феминизм, в момент в который есть в соцсетях феминизме, она обеспечивает всех. Respectив, если я, если я, в семье, привилегида, с этеросексуальными семьями, семьями, в семье, в семье, в семье, уплинит, скажем так, то я использую этот привилегию, поэтому я использую этот привилегию, что-либо что-то связывали с человеками, выстраиваются с человеками, куда-то не previous общаются платформу. Они не последуют платформу, чтобы они поисканы, чтобы, например, чтобы они поfortелы у вас, чтобы они подбораться. Это проблемы, которые был не понимающим, что я постоянно предэто перевелоги. и не очень приятного в жизни, в жизни. И поэтому я помогу быть женщиной, чтобы я учиться в социатете, в том, что я воспринимаюсь, что я с другой стороны, с другой стороны, или не привлекательные, или нет привлекательных привлекательных привлекательных. И здесь, в том числе, вы знаете, что мы говорим в социатете, что мы живем в социатете patriarхала, Это означает, что и резьбиньи не могут быть неопарат женщины, потому что мы находимся в соцсетях патараха. Мы находим эти стереотипы и нормы, которые мы дадим в соцсетях. И мы, если мы не будем внимательны, мы можем превышать продукты. Мы можем создать продукты, которые, например, обслуживают. И для этого это очень важно, чтобы у нас есть разные люди, у нас есть разные люди, у нас есть разные опыты, и мы можем сказать, что мы можем сделать, и душе это не то, чтобы вы не говорите, чтобы вы думать, когда вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, и так далее. И так далее. И то, что вы думаете, на Facebook, или через 6 месяцев, на ампорт, на которой, например, было, что вы думаете, что вы думаете. Я уйдем в соцсетях и отлично. Вот так. Пусть здесь вы в порядке. Это очень важный момент, которые сейчас не очень важны, но и не более, чем это очень важно, чтобы не пройти к тому, что ты смотришь на марш, как ты смотришь на марш, феминизм и а.м. И все еще так много, которые ты делаешь в день, в день, в день, начиная с комментария, то не быть такой ответственной, но быть такой активной, и поднимать что-то, как это может быть, на что-то случилось, если что-то не будет хорошо. И, тем же, что, у меня есть магазин, что из магазина этот магазин, который есть женщина, то я могу в конце, в том случае, что я могу в какой-то разговаривать, который, наверное, это был, я могу в этом, что я хочу финансировать, что я могу сделать бани, если они будут, если я могу, что я буду в этом, и так далее. То есть группы, которые могут быть более discriminated в общественной стране, не только женщинами, может быть, коммунитета роман. Проблемы и иерархии не существует. Мы говорим о пасионе, которую мы имеем в течение некоторых проблем, начиная с медиум-конжурором и тому подобное. Медиум-конжурором, это один из принципов, потому что медиум-конжурор, это то, что мы, в первую очередь, мы, в первую очередь, опресим, как омени. Распредит этой солидарности, я думаю, что это очень важно понимать, что если ты не скажешь, что ты женщина, ты можешь делать другие вещи, которые могут benefиция общества, и что ты в течение своей жизни, в общем-то позитив или позитив. Я знаю много людей, которые говорят, что не помню, только для того, чтобы у нас есть недоступно, потому что у нас есть у нас есть у нас и у нас есть у нас, который, в основном, это и мы думаем, что у нас есть у нас и у нас есть у нас в организме, Редактор субтитров А.Семкин- etapwe je больше не менее чем здесь, и мы сможем тоже помнить. Мы хотим оформиться за что-то трудно и сейчас является risen в мышнее отношения, как описать, потому что, что и в основном, мы находимся роста. В основном, никакого радиката и которые, этот способ взяли на протяжении проблем. Syndrome и остановимся мужем Zuhaokу и хорошо рассказываетỡ что мы разговорим ruins ıyoruz всемирно недel Но, в факт, куриенту радикала, в феминизм, пледееза за то, что дистрирует весь мир в котором мы троеим. А это, как и феминизм радикал, в котором мы говорим. Все в которых мы строим, как создадут системы, мы не создадут, а не создадут. Он должен быть, просто, дистрируй, куриным системам. Но у нас не было бы, только на то, как мы понимаем. Да, в которой мы, если мы шли это, мы решим, а если мы дадим дреди и в колу, и в короче, и в группу этот, и в группу этого, то, в общем, системы у нас появляются по базе иерархии. И если они все равны, то, если они все равны в классе. Экономик, например. Потому что наша общество развивается по базе капитализм, в большинстве, и этот aspect тоже является частью нашей деятельности. Фемининсм радикал не требует с проблем с методой? Другие эмы по-другому? Другие эмы за барбати или рэминэр. Другие эмы по-другому эмы не смыли. Харанинск, стернонист, рэминэр организм, один из них я дичь не понимаешь, что то, есть мэринэр. Рэминэр, как они уже говорят, да? Они считают, что общество должно быть destruяя, как системы, как и иначе, чтобы строить общество, в которой никто не опресеет, в которой никто не опресеет, в которой есть общество, и иначе. Поэтому, теминством, который, есть как, что-то, что-то утопит, для философиза, потому что, не знаю, как много мы будем достоять этот системный в котором мы троим. Это очень много вариантов. Но есть альфеминизм. Феминизм неолерал, маршист, и экологичный. Думаю, если тебе нравится, читаешь, ты уже информаешь, ты читаешь различные куренты и ты знаешь о том, что вы понимаете. Это достаточно академик, но принципиум... Есть методы дифферити, которые должны делать какой-то результат, или какой-то эгалитет. Это, на самом деле, самое важное. Не важно, какими параллельными путями мы будем идти к одной общей цели. Важно, что мы видим как долгосрочную цель, чего мы хотим добиться в итоге. Поэтому, к сожалению, в феминистическом движении между разными течениями иногда есть непонимание. Как и в любом движении. Но мне кажется, что очень важно подчеркивать снова и снова, что мы можем выбирать разные пути, но если у нас одна цель, значит, нам уже по пути. Даже если мы идем какими-то параллельными тропами, где-то там, мы сойдемся все равно, потому что мы не хотим жить в патриотальном обществе, где боага делятся только между предыдущими акадиномами людей, а кто-то там считает мнение неважно, кто-то остается за патриотом. Да. То есть, в зависимости от того, что ты будешь в патриоте, ты будешь, представим, что ты будешь более быстро, или маленький? Ты будешь делать какие-то работы? Или ты будешь делать какие-то? которые могут быть неизвестными, которые могут быть неизвестными, но сейчас мы поговорим о женщина, потому что это важно, что вся семья и вся страна, и в момент в это время в первую очередь, когда они истяты, они не будут нарушаться так. И это не требует много, как делается, в момент в котором в-д depois in cui они стали сфрагистами, они стали очень много в постели, которые были слишком ликолизированы и очень ужасные, и садятся в их условиях. Они следуют, а потом с подальщинами, и так далее, и ты, как ребят, пропадалон, или если социальность движения, и если ты помогаешь с фамилией, или если ты живешь с украшением, то есть какие-то шарики, так что не все странно, которые возникают этот стереотип. И, конечно, не легче, что у женщин в среду не так, как она не хочет асоцией, но это не так. У женщин-то, у женщин-то, у женщин-то, у женщин-то, у женщин-то, у женщин, у женщин-то, которые надо понимать, что в 100 лет назад они были овались в среду. для женщин в комнате. Распределен, акцент, в нашей стране, что, в нашей стране, зарIDать, в нашей стране, ということで натащим как-то и социальное, и мы все равно не приходили, не приходи, но не приходи в нашей стране, что ты, если вы думаете, вы думаете, если ты�� у payer или женский, безумный, вы хотите быть экземенером? Наслаждайтесь. Наслаждайтесь, что решаем, что дурочке, что стра gown, что ж simplу, этоって, что в свое время, да, могут по капитанию, да, и они, в нашей связи с тем, что их намечают, за то, что им-то не усаживали, пациенты, но они не могут его подразумевать в этом языке, потому что они, в этом случае, она в отношении, в отношениях две недели, и не будут зато вointать, по-нецеления, по-настоящихli, по-настоящих и это компания, в которой работают, и так далее. То есть, общественность является конденантом, чтобы сказать, что все министы, особенно в общество, как вы хотите. Поэтому, не важно, считайте себя феминистами, феминистсками, профеминистами, не важно какая ваша генеральная идентичность или какой ваш биологический пол. Фестиваль феминистский для всех, абсолютно. И здесь очень много солидарности. Вы можете приходить и принимать участие во всех мероприятиях этого фестиваля. И, несмотря на то, что марш является не единственным способом выразить свою солидарность и свою активную позицию, но марш – это и как раз то видимое пространство, придя в которое мы можем почувствовать себя чем-то большим, чем-то единым и выступить против того, что наши гениталии должны определять, чего мы можем достичь в жизни, а чего мы можем, что привилегии есть у определенной группы, у такой группы их нету, что мы просто можем быть ограничены какими-то очень смешными вещами. Потому что я никогда не могла понять в университете, почему мои гениталии должны называть комментарии со стороны моих преподавателей, которые считают, что мне не место на техническом факультете. то есть наше будущее, наши выборы, наша жизнь должны определяться нами самими и никак иначе. И если вы разделяете эту позицию, то вы уже являетесь феминистами и феминистками, поэтому приходите на мероприятие фестиваля, приходите на марш. Сейчас мы, наверное, откроем вопросы, если есть вопросы в улиттории. Если есть вопросы в университете, то я хочу заполнить в марш в роману, для того, чтобы не было русского. Да, да, для тех и тех, что не заходят русского. Таким, как и обычный марш будет начаться в фестивалях в марте, 13.00 в горах, в магазинный роман, тема марш-у в этот этот год это «Конвенция» из Стамбул, «Ратификация к Конвенции для Республика Молдовы» Конвенция в Велай-Истанбулы это документ, который impонет в статус с adoptать все условия, искусственно, для защиты и женщины, и женщины и женщины, в отношении в отношении в семье. Поэтому марш-л будет противов, в отношении в отношении в отношении марш-л НГР и в отношении объема срабатывает 25% в компании организаци吉, который не имеет пирамид и марш-л он stringsил в отношении санта , в отношении в отношении В этом время мы можем сделать еще один пикник, поэтому вы можете сделать субтитры. И... 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 А теперь, пожалуйста, мы все еще открыты к вопросам онлайн, на Фейсбуке, в Инстаграме, вы можете нам задавать, кто смотрит нас. И вопросы из АО, Энварин давно выдумает руку, Анжелина, ты дашь микрофон? Добрый вечер, хочу популяствовать всех. У меня есть очень интересный вопрос. Будет ли существовать феминизм, допустим, через 100-200 лет, когда все люди будут равны, будут равны правами между мужчинами и женщинами, что тогда? Будет ли тогда существовать такое движение, как феминизм, и если да, то чем оно будет заниматься? Давайте немножко пофантазируем об идеальном будущем. Спасибо. У вас people in the world sheet, какие люди думают? У нас много фантазий, в том случае. У нас пришли политики, в моменте, в которых есть не нужный феминизм. У нас главный феминизм не может быть такогоuyщего творения. Моя такая приятельность возникает общее каждое братье на autopsy, Вместе с тем, что мы, как diesel, чьи-то, антирозировался и мы делаем это не общение с общей стороны, мы не можем заниматься, а не заниматься. Поэтому это не будет заниматься, то это занимается, что это не может примyssать этого нечто. Она не имеет никакого использования этих опытов, но эта теория, представительная техника, не может отличаться в другие интересы и в этом роде. Что искать лепти, как лептик, иа weiter. Я думаю, что если касается 200 лет, домов не понимать, что ветерина, я думаю, что в момент для пяти лет продолжается в иоритет в жизни. В ходе в мире, в иоритет virtual, в иоритет технолги и далее. И здесь, в принципе, капитализм, как это, как вируса или вируса, то это получается, что группы, которые могут быть опресаны. Но не только о феменье, это может быть группы более низко или и более более низко, но и в тот же время, если все эти франции находятся, если ты человек с удачной, или физической, или неизвестной, или что ты чувствуешь себя в физике, в развитии digitalной, может быть, это абсолютно отличный из-за того, что и другие возможности. Но из-за того, что я не думаю, что мы достигнем феминизмом в том, что система стригла, я думаю, что будет, просто, у нас другой группы опресат в будущем и феминизм будет реальным. Это, по-моему, более весимист, но более реализм в этот момент. То есть, если я правильно понял, будут всегда существовать такие группы людей, которые будут ущемлять? Да, то есть, как бы, идея того, что наше общество, в принципе, построено на идее того, что кого-то ущемлять. Потому что у нас капитализм, потому что у нас сейчас происходит такая технология, digitalization. То есть, это просто перейдет в другую, может быть, сферу. И я думаю, у нас все равно всегда наше общество будет находить кого-то. Просто у феминизма будут уже другие определения, другие цели. Скорее будут другие группы, которые будут считаться маргинализированными, другие группы, которые будут предлагаться песенами. Интересно, да. Можно я отвечу? Мне нравится твой оптимизм, что в течение 100-200 лет, это, конечно, очень такие оптимистичные цифры, мы будем надеяться на лучшее. Я, например, вижу и я верю, возможно, в такое будущее, возможно, это не 100-200 лет, возможно, это намного больше, потому что, если Земля будет еще нас держать, она еще будет существовать, то, в принципе, если смотреть исторически, да, как меняются люди, мы меняемся в лучшую сторону, мы меняемся в сторону человеколюбия, мы меняемся в сторону вообще других взглядов на то, что, какими мы должны быть и так далее. Для нас ценность жизни, она относительно недавно появилась, и за очень короткий срок она обрела огромную, ну, огромную ценность, да, то есть обрела достаточно большой скачок. Поэтому, слушая разных фитурологов, я верю в то, что возможен такое, возможно, такое будущее, когда люди будут абсолютно равны, возможно, будущее, когда люди будут работать не для того, чтобы кормиться, зарабатывать, а для того, потому что им это интересно, они любят это делать, потому что будет все очень сильно роботизировано, и, возможно, я верю в будущее, в котором люди будут получать деньги просто так, как государство, для того, чтобы они потребляли, потому что потребление – это важный аспект экономики. Я верю в то, что когда-то феминизм, ЛГБТ-движения и все остальные движения за равенство прав, они потеряют свою актуальность, и люди просто будут радоваться и созидать. Но это не 100 лет, не 200, намного больше, я так думаю. – По-разному страну? – Я еще верю в глобализацию. – Я не могу похвастаться таким оптимизмом, поэтому я не очень верю, что настанет такой день, когда мы останемся без работы, скажем так. Нам, да, сейчас Кристина Чеботарь пишет, что она скучает по нашему маленькому сообществу. Мы маленькие, но мы сильные. Приезжайте домой. У нас есть еще вопросы. Да, пожалуйста. – Почему вы видите, что женщины более слабые, чем жених. , почему вы видите... – Что происходит с другими на другом Instagram? – И 무슨 женщины есть реттатуры более «п 핑ыши»? – Что происходит с другими на другом Instagram? И вы должны обращать ему спорт. – Но вы понимаете, чем спорт вы понимаете, сколько спорт вы понимаете, чем ты относишься? Кто из Барбатии сейчас станет над леонией на 90 килограм-е? Предыгать не по-другому. Настой вопрос. Не отвечай. Потому что фамилия сейчас в тяло биологически. Как мы можем говорить? Фамилия фамилия. Фамилия фамилия, работа между партнером. Реалией фамилия фамилия. Не путь говорить, что фамилия фамилия, это и характерная партнерами. Это может быть в отношении хедро-секса, Да, он может быть в общем. Вообще, выяснили, что мы не знаем, что мы понимаем, что им есть смысл, но это не просто. Да, он может быть в общем. В первую очередь, если вы говорите, что эмилия слаба, это о нормализации, да? Потому что фемея, как и барбатые, они очень разные. Финяя из нас имеют характеристики физические, которые мы нашли, которые очень разные, в зависимости от семьи, генетика и другие. Не имеют в виду, айвагин или пенес. Да, барбатые имеют... ...процентажный хоромон, деферит, фааа де фемеи, которые могут быть полезным или позитивом, или физичным физическим. Но мы должны думать, что мы должны быть трансгендерами, которые очень много комплексовы. Физик, феминизм говорит о том, что ты, как фемея, который... то, в первом моменте ты ещё раз иначе наше сношение. В первом моменте ты ты вращаешь, когда ты ищешь об этом, иначе ты ты об этом сг actuацией, который ты вращаешь в социите, который ты сприжен, который ты сприжен, и в сообщее дает тебе сприжен. Это означает речь, что ты ты держишь у тебя, и депутов жизни, и в общественной жареи. Это означает, что фактически ты неожиданешь, а то остается. В компании, которые нужно идти вести, нет. Ты эми naszej или нет, потому что ты и смея, или спаде, или не. Но мы сейчас занимаем зелись, потому что который из-на рода, который приходит мысль. Но мы не можем уметь и понимать, что мы с тобой которым они должны группироваться. или не на самом деле. И не об этом. Все мы должны быть виноваты. Несколько, феминизм не хочет имелировать корпорации птица и птица, для того чтобы понять, что корпорации птица и птица не имеют виноваты и не имеют такие решения. И так же, что мой взгляд, может быть слаб или сильней, это решение моего. Я разговариваю на 5 часов по вечеру, Я говорю, что я буду сильнее, чем у мужчин, статистистическим медиумом, в общественной стране. И не имею никак не за то, что с женой или мужчин. Не имею никак не за то, что у меня нет не за то, что я ходу в школу, за пятницу, и как скажут русские, т.е. Так. Так что я думаю, что я отвечу. Но если у мужчин сказал, что у меня есть рука, Я требую свою приеду, я требую свою деньги в семье, потому что фемея моя может родиться, чтобы родиться дома, чтобы позволить все эти вещи. Он может сказать, что я не хочу этот ролик. И это абсолютно хорошо. Абсолютно хорошо, чтобы мужчина сказать, что я не должен быть человеком, только человек, который приводит в семье. Я не думаю, как мы делаем это, чтобы эти ролики будут негуциабельны. Другая вещь, потому что не все женщины в нашей стране готовы, чтобы быть на такой же уровне, или в эхитабилитете с партнерами. Но мы говорим о отношениях heterosexuales. Потому что в момент в котором ты distribуешь эти responsabilidades, значит, что ты не будешь ребенок или ребенок, который ждет, чтобы ребенок или партнер, сделать деньги для тебя, для тебя, для тебя, для тебя, для тебя и так далее. Это не только для ребенка, но и для женщин, в целом. И, конечно, и депрессиуна, в социальной семье, родителей, бабушка динограды, которые стоят, и так далее. И очень много зависит от воспитания, конечно. Понимаем, что женщины выбирают вот этот, так называемый, пасивный уровень, да, что я буду сидеть и ждать, когда мне все принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Это же не осознанный выбор у многих женщин. Это то, что любивается с самого детства. Это то, что тебе говорят детства. Красава! Что, когда ты выйдешь замуж, вот тогда у тебя будет и то, и пятое, и десятое. И женщины начинают этого ожидать. И ожидают, что вот мужчина, там, приедет принц на белом коне, все порешает, спасет ее на белом парше, да, осыпет ее деньгами и вариантами и так далее. Но она, конечно, за это тоже должна, она должна соответствующе выглядеть, она должна иметь, там, какие-то определенные физические формы. Ну да, она должна уметь готовить мощь, потому что мы же знаем, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну то есть все это в общей массе формирует в женщинах как раз такое восприятие себя, что все, что я могу, все, что я должна в жизни сделать, это, в принципе, понравится какому-нибудь мужику, чтобы он меня дальше содержал. Но если мы поменяем систему, я сейчас говорю о радикальном феминизме, да, то есть если в системе, если в нашем обществе не будет так, что меня ограничивают тем, что я должна только вот это, если мне будет с детства говорить, знаешь, Настенька, ты вообще-то можешь всего достичь сама, тебе не обязательно замуж выходить, чтобы у тебя было то-то и то-то и другое, ты можешь принимать решения за свою жизнь, ты можешь получать то образование, которое ты хочешь, ты можешь, там, не знаю, строить карьеру вместо того, чтобы взводить троих детей или что-то еще, тогда уже вопросов такого стоять не будет. То есть это очень-очень комплексный вопрос того, что там женщины чего-то ждут, мужчины что-то должны, все только о том, какие роли нам с детства отбивают в голову. И я думаю, что очень много успешных и независимых женщин, они как раз из тех, кому говорили, что они могут в детстве, да, кому родители, кого не ограничивали, там, тем, что вот вся твоя задача, и в университет ты, в принципе, идешь только для того, чтобы встретить там хорошую партию, а не для того, чтобы получить хорошее образование и найти хорошую работу. Твоя задача просто найти хорошего мужика в университете, который там потом будет тебя обеспечивать всю жизнь. Если не будет такого отношения, и если мужчина будет знать, что он не обязан пахать на трех работах, чтобы содержать женщину, когда она сидит дома, и может договориться, как раз то, о чем говорил Полина, я думаю, что проблема лишена будет моментально. Ну и потом присупомнил, так как вам у потери физиками это от утеров фемейл, а дальше потери физиками это от утеров не хватило, что мы стремимся, что украина физическая guer flourостная немного чем украина. Что мы можем сказать, почему не так, что здесь есть. Мы можем сказать, что мы можем сказать что мы можем сказать, что полиции мы можем быть более и барбатами меди, они не будут ли они. Мы можем быть уверены, что здесь есть барбат, которые, по-проч Pew-плаке, имелы и плендел ростов лога, приходит в аштептейную социальную. Мы можем быть уверены, что здесь есть барбат, которые, по-прочитаю, рули пыли и социей, и они получаются в этот дом. И это все хорошо. Миномы не стараются за это. Время выражать. Время выражать. Он не старается, что это не произошло. Эта позивная часть, у кого ты чувствуешь рискованное, ты вдруг должен оформлять свои средства и такие возможности. Некадым на то, что ты активно достичь эту возможность 가ahaha, ты вдруг должен оформлять свои средства и такие возможности. Да, это зависит от себя? Сыр잊? Того не становится то, чтобы выращать Puesка. Ты не знаешь, что присутствует... хоть борщ. Если Вы είите хорошо, а ты будешь желать дома? Это, естественно, что соцいた или партнер или партнера или вы верите, что с себя и вы чувствуете очень хорошо, и это и то, если вы думаете, тогда, не существует никакого福ица. Миноменство не стоит и за это. И вот эти иныешие интересы которые используют вещества, используют эти вещи, потому что когда ي karaoke улучшат Todo ноль, и так что время оменилими у них не позволяющие, которые они не дожат. Да? Минизм не идет об эгалитете. Ты с дизабилитой, ты с ума... Да. Эгалитати и ты выберешь какие древности и возможности ты вывесить и какие не вывесить. Но это надо быть о элегере. Элегерея из-за чего ты можешь. У меня есть вопрос. Да. Ребенит в страну. Продолжение следует... это другое, что мы хотим делать, что мы не делаем, что мы fühнемся, что мы подойдем, что мы делаем за счет и счетов, что мы берем, что мы счет и счет у нас, это ночь. Никак. Ни еще и не надо, что мы будем мы срабатывать и д downtown, чтобы нам помочь вам. Существуета, как у? Первая лица? А что будешь в виде в этой семье? Открытие? Я уже звук. Ааааааааа! Социята, это идеаль? Продолжение следует... ...in care egalitatea a fost atinsă, toți sunt fericiți și a mai departe. Nu sunt aceste limite. Rolul tău este să îți... să îți îndeplinești potențialul tău. Pentru că în momentul în care tu îți îndeplinești potențialul tău, tu ești o persoană care este un model pentru alții, este un suport pentru alții care sunt pe etapa lor sau procesul lor, experiența lor de a-și atinge potențialul și a mai departe. Cred că asta e din partea mea. De mine, înainte, răcii de ideale, în care am fi, de cui mai mai am fi, mai o fi, o mărbă. De nare a o zi, nu este mai așe, mai 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 o zi, nu suntem, nu suntem mai mai bine, nu suntem mai mai binec modiști cu un genit. Pentru că, nu, mai mai binec, nu suntem mai binec, nu suntem mai binec, nu suntem mai binec, nu suntem mai binec, в нашем обществе. Но ведь есть очень большое количество людей, которые сейчас не попадают ни в одну из этих рамок, не попадают в коробочку, где написано «мужчина», не попадают в коробочку, где написано «женщина». И для меня идеальное общество – это то, где вот этих коробочек не будет, люди будут счастливы и равны, без того, чтобы обязательно нужно было выбирать, хочу я иметь мужские качества и роли, или женские. То есть просто, что делаю, что хочу, то и делаю, живу так, как я выбираю для себя, и это никого не беспокоит. И я не беспокою никого, и даю всем остальным право свободы выбора. И для меня вот это, наверное, было бы идеально. Так и будет, да, когда-нибудь. К сожалению, через 100-200 лет… А почему? За последнее время человечество очень большими скачками идет к прогрессу, так что вполне возможно, что даже через 200 лет, но никто этого не может быть. Эмограды будут выбирать. Эмограды будут выбирать. Также мы можем выбирать, но мы не можем сделать какое-то, но мы не можем бы выбирать мы не можем выбирать. Многие в любых, работаем, а мы оформляем целую и у mejor то, что даже в то, что мы можем привести к Anneから делаем все качества. И поэтому мы не можем выбирать . Возможно, мы просто можем выбирать и мы можем выбирать. Откровенно, то сKay, что мы можем выбирать кармана вируса, землю уничтожим и не излотопим ее в пластике, да? У меня еще вопрос. Как вы думаете, нужно ли передавать вот этот опыт феминизма из поколения в поколение? То есть, допустим, стоит ли рассказывать своим детям уже с раннего возраста, что существует такое движение, что вот за что оно борется, да, чтобы в будущем дети на основе этого опыта, чтобы они добились более высших высот. Абсолютно. Я думаю, что это самый большой проблемный в нашей стране. Мы думаем, что это время когда у женщины не имеют права на бакар, или просто у них не имеют права на бакар. Мы думаем, что когда мы стоим в университете, мы не имеем права на университете, не имеем права на норме. Мы должны знать историю, где мы должны быть в университете, и от них будут происходящие и происходящие. И это не имеет права на университете, не имеет права на университете. Я, например, университет, и когда я говорю, я не говорю о LGBT, или о трансгендере, я не делаю фильтр на это, потому что они троятся в окружающие, которые, если они не будут кинуть динозавры, и требуется качать, чтобы понимать, что случилось. Так как с друзьями и так далее, ты можешь, а не амортируй, потому что у них, наверное, они должны быть по-настоящему, амортируй, и они продолжают, и продолжают, амортируй. Но для этих детей, я абсолютно согласен, что да, ты должен говорить о истории и о том, что у них были, и требуется, и вы должны быть в состоянии, естественно, и если ты ловишься и ты плынешь, то не скажи что плынешь, что ты ловишь. Я не знаю, что у меня сегодня, что я об этом слышу. Это очень много вещей в которых мы, по-настоящему, которые мы могли бы иметь, мы можем поддерживать. И метода или образование или образование или образование, это, конечно, что для меня это принципиум. Я абсолютно согласна, и я думаю, что очень важно воспитывать детей вне этих гендерных норм, то есть создавать им пространство, в котором они смогут знать, что они могут что-то, кроме того, что им говорит в обществе, потому что то, что на них будет огромное давление извне, всегда, ну не всегда, ладно, ты думаешь, что через 200 лет уже не будет, но то, что на данный момент сегодняшние дети, те учебники, те книжки, которые они читают, что вот папа такой, а мама такая, а ты мальчик, покажи, кто на картинке мальчик или девочка, вот мама приготовила ужин. Я уже не говорю о том, как разделяются игрушки, когда все конструкторы в мальчиковой половинке, а все там пупсики, гладильные доски и маленькие кухонные плиты в розовых тонах в другой половине. Мне кажется, что вот это тот минимум, который мы можем сделать, да, со своими детьми, с детьми, которые нас окружают, просто говорить им, что вот, пожалуйста, хочешь шей, хочешь возьми банок в руки, да, то есть конструкторы, я вот очень благодарна, что моим родителям не приходило полом решать меня о конструкторах. То есть это мне кажется, что от этой дикости уходить, потому что игрушки не имеют же пола. И я добавлю, наверное, чуть-чуть, что воспитание детей еще очень важно для того, чтобы уменьшить влияние общества, потому что даже если ты не будешь говорить своему ребенку, сыну, не плачь как девчонка, да, и ты будешь относиться к нему в этом смысле правильно, он, скорее всего, это услышит у других, да, заплачет на улице или, может быть, подвергнут буллингу в школе, если он заплачет, потому что дома считается, что это нормально, что ребенок плачет. Поэтому общаться с ребенком и объяснять, почему ты должен отставить, почему тебя не должны обижать и так далее. То есть разговаривать очень много в этом смысле с ребенком и строить с ним отношения доверительные, это крайне важно для того, чтобы защитить его и вот такого негативного влияния со стороны общества. То есть имеет смысл делать акцент именно на детях и с раннего детства перевивать, не знаю, корректно это будет или нет, потому что направлять, скорее всего, да, и какую-то, что... После звания у детства говорите, ты можешь быть кем хочешь, все в твоих руках, ты можешь быть кем хочешь, и я буду рядом с тобой, чтобы тебе помочь, если мы говорим о собственных детях. Или просто не ограничивать, потому что не ограничивать, потому что это девочки или манчики. Продолжение следует... А вторая схема. Эта женщина равна. В спастие профессионал, она достигает позиции, но она приходит на бухгалтерию и еду к нам. Единственная женщина, которая любит детей или соц, или партнер, потому что она держит все медицинские и так далее. Я думаю, что для нас, эта женщина является самым главным проблемой, а вторая схема. Эта женщина не занимает очень много проблемой, а также, как и так далее, и эти проблемы не будут спортированы между женщиной и партнерами. А вторая схема. Да, вторая схема. Эта женщина не будет спортированы между партнерами, потому что, иначе, шагом для женщины это, как бы, норму, аштептаре на своей семье. Эти женщины, на самом деле, это один большой, кроме новых, ухом, с профессиональными, потому что, они требуют его работать или приезжать за спиателами, или приезжать или в гостинице, или, на самом деле, и, на самом деле, и они не могут и они получают потенциалу, в карьерах или в школе, и так далее. Потому что они не имеют партнер, которые импартят свои ответы с ними. Они могут иметь эти депутаты, но когда ты иметь время, если ты делаешь ответственность, ты делаешь манкарь и ты делаешь их. У меня есть вопросы? У меня есть вопросы? У меня есть вопросы? У меня есть вопросы обсуждения. Я рекомендую сейчас, чтобы вас было слышно. В ходе многих событий в России, допустим, в Турции, когда происходит даже насчет закона домашнего насилия, когда ты можешь ударить женщину, заплатить 5000 рублей, и все хорошо. И очень многие россияне, когда я читаю статьи, они оправдываются тем, что они продвигают больше семейные ценности, нежели то, что женщина должна быть сильной и вот все в этом роде. Но, когда, допустим, я училась в Китае, у меня соседка была из Камбоджи. И у них, у них действительно там продвигаются семейные ценности. Там женщина должна, не должна, ей стоит это делать, мужчине стоит вот это делать. Но при этом у них с права выбора там все-таки получше. Что, например, вот касается Турции, у меня всегда, вот сколько я там была, у меня всегда такое ощущение, как будто вот они себя там ведут, ну пусть они там сильными побудут, потом мы примем закон, и вот опять же женщина будет на своем месте. Как вы думаете, почему все-таки у некоторых стран сохраняется вот эта узколобость и вот радикальное ограничение женщин в обществе или в таком понятии? Ну, потому что всякая персоанна, которая есть в Путере, не хотят парти Путере. Это очень просто. Мы имеем директор или директор или директор, или директор, потому что они считают, что они это хорошо, и, конечно, это очень важно. То есть, в моменте, когда ты идешь в общество в том, что вы думаете, что вы думаете, что вы не хотите дать большее силы, потому что вы хотите дать большее силы, потому что вы хотите концентрировать. И уже есть частые социальные, которые вы говорите в Камбодже, например. Это, так же, в моей частице. Я думаю, что очень часто к правам и правам человека тоже подходят к пирогу. Что вот у меня есть пирог, у тебя нет пирога. И что если я тебе что-то там отрежу, то у меня станет меньше. Но ведь это абсолютно ложно. То есть права человека это не пирог, который он раздаётся, когда ты там закончишься. Но конечно выгоднее держать людей без этих прав. То есть конечно выгоднее, чтобы люди были ограничены в том, чтобы они там могли свободно что-нибудь выбирать. Потому что так ими проще будет управлять. Потому что да, такое впечатление, что если они допустим что-то разрешат, такое впечатление, что они как будто лишатся авторитета и власти. Да-да-да, но они лишатся привилегий. И это то, чего они боятся. То есть что я не буду отдавать, не буду делиться своим управлением. Потому что сейчас вся власть в моих руках. И я буду говорить, что вы будете делать. Легия в принципе и существует. Потому что есть кто-то, кто не привилегий. Да. Если вы заметите, всё это происходит именно в тех странах, где достаточно авторитарный режим. Авторитарный режим это в принципе режим, который ущемляет и забирает всё больше и больше прав. Потому что таким образом намного проще руководить страной. И таким образом намного проще делать в стране то, что хочешь ты. Обогащаться. Ну, мы знаем, да, какие цели очень многих авторитарных политиков. И если вы заметите, это далеко не единственная вещь, которую они делают. Вот эта вот вся игра с семейными ценностями и с ущемлением прав женщин. Потому что там в принципе ущемляются все права. Посмотрите, что творится и в России, и в Турции со свободой собрания. То есть в принципе цель любой авторитарной власти это по чуть-чуть, по чуть-чуть отнимать свободы и права у граждан. Потому что потом ими очень просто руководить. Потом, то есть это становится массой, которая очень боится всего. И они не будут, то есть меньше рисков, что тебя скинут. А как это начать красиво? Начать с семейных ценностей. Потому что, ну, кто будет выступать против семейных ценностей? У нас же у всех есть семьи. Мы же все понимаем, как это важная цель. Да. Я говорю, что это очень важно. Это очень важно. Потому что это был подмен концептов. Что значит семейная ценность? Разве семейная ценность значит, что ты бьешь своего партнера и у тебя насилие? Точно так же, как в Штатах, есть понятие движения про жизнь, где ты не имеешь права на аборт. Потому что про жизнь тоже подмен понятий. То есть подмен концептов. Поэтому мы, как общество, которое размышляет, думает и критично анализирует, что нам дают на завтраке, или на такую пропаганду и так далее, информацию, надо критично думать, что значит концепт семейной ценности, что значит движение про жизнь и так далее. То есть не воспринимать вещи, как они говорятся. Просто, просто, реально, какой-то… 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 Те, кто пришли на наш первый оффлайн, тем, кто смотрели нас онлайн, мы будем еще сделать, конечно, придачу на нас. Ну а пока, пожалуйста, зайдите на феминист-фестиваль «Дети и шансы» и посмотрите, какие мероприятия вас ждут в этом году. И увидимся надеясь на них и на марш! Новидомый марш! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ